Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Многие из вас задают своим батюшкам вопросы о духовной жизни. На некоторые из вопросов ответил насельник нашего монастыря, архимандрит Иофф Гумер в своей книге «Духовная жизнь современного христианина». Вопрос. Грех ли иметь чувство собственного достоинства? Ответ. Нет. Достоинство есть положительное качество, присущее кому-либо или чему-либо. Достойный, стоящий, заслуживающий, надлежащий, должный, приличный, сообразный с требованиями правды, чести. Это понятие встречается в Святой Библии. Святой апостол Иуда пишет, «Господь и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня». Достоинство человека состоит прежде всего в его богоподобии, ибо Господь Творец почтил его своим образом и подобием. После грехопадения человек умалил это достоинство, но не лишился его окончательно. Цель боговоплощения и спасительной жертвы Сына Божия заключается в том, чтобы возвести человека в первое его достоинство. Соделывается человек сосудом и жилищем Божиим посредством христианства, устраивается и украшается жилище действием Святого Духа. «Вы созидаетесь, — говорит апостол, — в жилище Божие Духом. Вожделено для человека удовлетворение божественной цели, вожделено для человека достижение достоинства, предоставленного ему Богом. Достоинство — это присотворение человека было даром Божиим, «Потерянное падением, оно по искуплении опять соделалось даром Божиим». Чувство собственного достоинства человека как раз рождается от осознания своего высокого звания и назначения. Чувство это искажается или теряется ложным мировоззрением и греховной жизнью. Происходит подмена. Так неверующий человек оценивает себя и других лишь земными мерками. Его ум не в состоянии подняться на ту высоту самосознания, на которой находится истинно верующий христианин. Вы — род избранный, царственное священство, народ святой. Люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Восприятие своего христианского достоинства уверовавшему человеку не приходит сразу, а лишь по мере полноты веры и духовного преуспеяния. Используя мысль одного древнего философа, можно провести такое сравнение. Если бы кого-либо усыновил, то на какую бы степень поднялось его чувство собственного достоинства и положения. Однако всех нас усыновил Небесный Царь. А много ли среди нас тех, для кого это стало источником всепобеждающей радости? Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Субтитры создавал DimaTorzok